Сегодня мы ту тему которую обозначили прошлый раз поднимем то есть насколько может быть свободен человек в тех реальных условиях нашего мира которых мы живем давай у тебя было время подумать скажи что ты думаешь поэтому да вот или мысль которая мне пришла единственная адекватно вот то что человек может быть свободен ну как бы вот если его действия не приведут потом его к угрызению совести то тогда он свободен то есть получается что ну ты вот что угодно будешь делать и как бы в рамках закона божьего так скажем вот и тогда вот это и принесет тебе вот как раз чувство свободы и чувство счастья если потом тебе никакие последствия как бы это получается знаешь как вот ты вот идешь да и свобода от преград вот идешь по пути если ты сделаешь неправильно то тебе что-то там помешает а так ты свободен тебе ничто не будет мешать просто идешь правильно вот все ну да это может быть большая дорога которая ведет в столицу или может быть маленькая тропинка которая ведет к роднику важно другое что ты по ней идешь и не возникает препятствия причем препятствиями на внутренних я не могу туда пойти или я туда пошел и от этого нехорошо да то есть ну вот в общем да действительно угрызение совести у тех у кого совесть есть для них они решающее значение имеют причем совесть может подсказывать не только не делай этого но и сделай это да ну в частности вот если мы говорили о законе божьем законе вселенском есть еще и законы общества законы людьми ну как бы писанные законы людей соответственно они далеко не всегда совпадают с тем что мы называем законом вселенским законом божьим и человек разумеется встает часто в ситуацию когда ему надо выбирать поступить по-божески или поступить как так как положено по закону человеческому если он не хочет чтобы его совесть его грызла мучила и все такое прочее он конечно выберет закон божеский но при этом закон человеческий приходится нарушать в том числе это может быть и так выглядит что за нарушение человеческого закона человека могут лишить свободы свободы в кавычках на то есть посадить в тюрьму но поскольку он это сделал сознательно поскольку это был его выбор вот именно так сделать ну да придется за это отвечать но зато он по-божески поступил соответственно это только подтверждает его выбор его свободу а вот смотри там же если например ну как бы вещь какая-нибудь маленькая то есть например вот ты считаешь что там ну бывают какие-то мелкие вещи из-за которых вроде бы как бы ну ничего плохого особо вроде не произойдет но в итоге вот наказание из человеческих законов может быть там суровое ну то есть например ты как бы вот был ты например работаешь какой-нибудь фирме да и вот ну ты знаешь что надо говорить всегда правду допустим и ты там хоп сказал ну как бы что вот вот ты считаешь что это по совести вот как бы ты считаешь это правильным и ты говоришь поэтому правду но в итоге тебя посадят тюрьму а все почему потому что ты как бы сказал правду но в какой-нибудь маленькой вещички например но вот такие вот всякие вещи вот это то есть тут получается что если это по закону божьему то тогда даже маленькую вещь она солиднее ну как бы она более в приоритете должна стоять чем человеческие законы здесь вообще очень интересный момент потому что вот мы считаем что-то маленьким а что-то большим да вот покорить другую страну завоевать при этом значит убить там сколько-то тысяч или миллионов человек вот это большое дело или маленькое а сказать правду маленькому ребенку там о том что он хотел вот это большое дело или маленькое то есть вот когда ребенку говоришь правду у него впереди вся жизнь да и соответственно то что он узнал вот в этом малом возрасте то что он понял то что он принял она определяет многое из того что он сделает потом и это потом может иметь самые глобальные последствия да то есть если он станет депутатом законодательного собрания президентом военачальником ученым писателем властителем дум да то есть что может получиться из одной маленькой фразы сказанная маленькому ребенку даже трудно предположить но можно вполне четко знать что если ты ребенку соврешь из этого ничего хорошего получиться не может но если ты скажешь правду из этого в малом объеме или в большом но получится именно хорошее то есть мы не можем определить масштаб но направление это мы определить можно поэтому вот то что мы считаем малым или большим оно достаточно условно и выбор между большим но по-человеческому да и малым но по-божескому он не решается величиной малостью он решается все таки вот в сторону божеского человеческого в этом смысле в упрощенном да вот общественного такого людского вот так вот поэтому этот выбор конечно он стоит постоянно то есть чтобы ты не делал ты над этим думаешь а вот как будет по-хорошему тогда а как будет по-плохому то есть да это ежедневная работа мысли души вот смотри на вот как бы не так все просто как мы говорим вот все равно выбор в нашем обществе возникает он намного чаще и он бывает мне кажется вот мой вопрос формулировать можно так вот если свобода по божьему то тогда единственный путь есть или где-то тоже между ними надо выбирать ну то есть вот может же быть что вот ты больше вроде бы вот так вот надо сделать вот если по совести а вот вроде бы может быть все таки так тогда будет лучше вот этому человеку вот этому то есть перед человеком стоит выбор вот как его опять вот выбрать очень хороший вопрос мой взгляд на это таков ну в любом случае скажем так у путей есть знак плюс-минус да то есть вот это вот ну объективный да не то что мы так считаем объективно вот это ухудшить состояние общества и твое соответственно вот это вот улучшит объективно ну есть какой-то путь нейтральный ну мы его не рассматриваем можем можем сказать так нейтральный включается в отрицательное да не стало но при этом вот из тех путей которые в принципе положительные есть ну тоже лучше и хуже да одни много как бы сразу много проблем решают другие вот здесь смотри как звучит вседержитель не ошибается в своих действиях всемогущ и милость его безгранична из этого какой вывод все совершается наилучшим возможным образом при той нравственности и этики что свойственный людям то есть наилучший путь есть но наилучший путь определяется ну как нашим собственным состоянием нашей нравственности и этикой ну на самом деле всех участников процесса то есть не то что там один человек вот он может все решить нет это совокупная некая характеристика но суть в чем в любом случае путь окажется наилучшим при том состоянии которое есть у нас общество а сделать путь еще более лучшим сместить вот этот максимум можно за счет изменения себя отношений между людьми общей нравственности скажем так ну вот на мой взгляд таков ответ то есть да всегда этот путь наилучший но в зависимости того сможем ли мы измениться у нас будут варианты другие еще лучше но это же надо уметь строить это общество как повышать нравственность общества ну вообще говоря для того чтобы такое общество строить нужно сначала самому желание его строить то есть вот то что мы сейчас формулируем что общество можно сделать лучше и мы вокруг себя такое общество начинаем создавать вот это она действительно первый шаг а после этого приходит что анализ того вот шагнули что получилось да то есть анализ опыт обратная связь из про обнаружение ошибок и исправления ошибок следующий шаг и поехали по алгоритму но уже запущен алгоритм да то есть если первый шаг сделан и мы знаем что мы будем анализировать исправлять ошибки двигаться дальше процесс пошел обнаруженный нами подход он свойственен человеку мы хотим быть хотя бы похожими на человека и будем таким образом действовать но понятно что если допустим у индивида так назовем нечеловечный тип строя психики а допустим демонический то совесть у него в таком высыпленном состоянии то есть он ее как минимум игнорирует да даже если она говорит ну и чё там ну подумаешь ну совесть там ну немножечко погрызет но зато я получу свой результат то ли деньги то ли власть то ли женщину то ли еще что то да то есть это некая вседозволенность но вседозволенность не есть свобода топить чем отличается вседозволенность от свободы ну по сути и по результатам ну по сути слома то что я в начале говорила то и и смысле или хотя это результат уже наверно что если ты ведешь себя как вседозволенность все себя разрешает что тогда потом все равно тебе будут преграды все идти идти и твое развитие она скорее всего сейчас ты на верхах но потом у тебя обязательно будет какой-нибудь минус может в другой сфере деятельности но все равно будет но по сути чем он встречается ну понятно чем он по сути отличается ты же не чувствуешь ты не становишься человеком ты как бы остался вот в демоническом своем состоянии подростка ну да вот мы правильно это определила на самом деле вот этот демонический этап становление человека он с одной стороны необходим то есть по другому не бывает вот человек начал чувствовать что правила и ограничения общества условно да и он начинает выходить за их пределы то есть это необходимый этап потом он поймет как правильно выходить как на общее благо выходить да пока он просто выходит о я чувствую что я вот могу но это конечно по вот идеальному естественному направлению развития человека это преодолевается вот лучше всего это показано фильме терминатор 2 джон коннор обнаруживают что у него есть терминатор он как ребенок да ну подросток в данном случае он воспринимает как свою игрушку о классно собственный терминатор то есть а ну подними ногу вот стоит ну блин здорово значит на одной ноге стоит но джону коннору в этом смысле повезло его демонизм продлился ровно одну минуту вот эти ребята негры да ты звал на помощь в чем дело тут уже не интересует то что он их звал ведь идите отсюда те разумеется обижаются он дает приказ терминатору схватить его но терминатор же не может просто схватить сразу вытаскивает пистолет и еле еле удается значит отвести вот эту угрозу чтобы человека не убили то есть джон коннор в течение минуты вошел в демонизм и вышел из него то есть он понял свою ответственность когда он получает такое грозное оружие и общем-то вошел в человечный тип строя психики что он дальше и продемонстрировал в линии фильма что и делает фильм настоящим шедевром по большому счету что в нем есть люди вот иногда смотришь фильмы вот я допустим как-то раз смотрел женитьба фигара или безумный день пьеса великолепного бомарше искрометный юмор играют артисты значит там миронов главной роли то есть великолепные советские артисты у меня такая тоска берет почему человека нет вот нет чего того человека на которого хотелось бы быть похожим до который бы дал бы пример выхода из этой ситуации все друг друга обманывают какие-то интриги ради чего-то там рад то ли ради денег то ли значит ради обладания женщины ну и это все то есть дальше то содержание то нет то есть до комедия положение комедия вот нравов даже ну вот и все на этом в этом смысле терминатор выше ну вот возвращаясь сюда да то есть если человек преодолел вот этот демонизм свой и вышел в человечность в следовании русского промысла все замечательно это так должно быть и он начинает уже там жить настоящей жизнь если он не преодолел это жизнь все равно не настоящая это все равно некая условность вот своей воле это не свобода и она конечно рано или поздно приведет к проблему почему ну потому что так или иначе есть нечто большее этого человека и если его своей воле угрожает вот этому большему не служит когда угрожает разумеется это больше его будет направлять или в таких патологических случаях прекратить его существовать ну чему примеров и цепи много можешь ты привести такие примеры когда за своего ли человека приводила его к проблемам ну я тебе сразу подскажу она неизбежно приводит проблем поэтому можешь приводить любой пример мы там найдет ну какой нибудь там не знаю мне приходит на ум только гитлер давай гитлера проанализируем почему то так что вот у него в итоге привело к проблемам каким то что а что в итоге с ним стало я даже не знаю я только знаю что погибло много людей из-за этого что еще что его именно его должно должно много горчило то есть как ему плохо стало после этого ну как ему плохо стало у него была идея великая германия великая германская нация языческое прошлое там великое технологическое будущее на этом пути он очень быстро двигался он получил поддержку народа то есть на самом деле немцы работали за идею не за деньги то есть те величайшие открытия которые успели немецкие ученые сделать за 11 лет пребывания нацистов у власти это на самом деле чудо то есть за деньги этого сделать нельзя то есть это был искренний порыв народа ну скажем так он верил что он за справедливость за вот за лучшее да за правду другое дело что эта вера была не настоящей а внушенной да то есть ему не говорили правды министерство пропаганды геббельса руководствовалось правилом чем больше ложь тем легче в нее верят да ну и тем не менее вот уже этой веры не хватило для вот этого технологического прорыва его потом державы победительницы 50 лет осваивали то что немцы создали за 11 лет поэтому вот это все было у гитлера вот этот порыв народная любовь движение к цели и облом то есть этого он лишился к концу войны больше того он понял что он принес своему народу неисчислимые бедствия да то есть в этом состоянии он умирал то есть он закончил жизнь самоубийством ну по одной из версий там есть версии что он сбежал и жил там где-то под чужим именем неважно в любом случае его мечты потерпели крах и это закономерное следствие того что он пусть он как бы это на благо народа хотел да ну и тем не менее он не советовался с народом а навязывал ему свою волю так ведь не такой в примеру в принципе можно привести много то есть вся русская литература вся американская литература вся немецкая литература они имеют сюжет один и тот же человек проявил свои воли и вышел из границ вот этого общественных условностей ну и тем не менее ничего хорошего не достиг достиг по большому счету одних проблем то есть это вечная тема литературы внутри библейского общества но это же вообще ужасная идея какого-то человека но в итоге погибло очень много чисто из-за того что они поверили как бы не пошли по совести также были свои проблемы это общая проблема и выйти за условности общества их традиции можно двумя способами демоническим и человеческим да то есть демон их просто нарушает он вообще не приемлет ограничение своей воли а человек не нарушает правила как таковые то есть если по правилам все получается хорошо и жизнь общества идет к благу не хорошо если правила начинают тормозить развитие общества мешают его существованию человек создает новые правила не разрушает старые дам а он их модернизирует заменяет ну так что жизнь получается лучше то есть вот разница между своеволием демонизма и свободой человека ну на этом мы можем закончить то есть и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok